Уважаемые коллеги, добрый день! Я приветствую участников Всероссийского форума лучших педагогических практик с компанией МЭО. Форум мы проводим при поддержке федерального проекта «Цифровая Россия. Партия Единая Россия», нашего доброго партнера Университета Иннополис. И очень приятно, что тысячи педагогов, руководителей образовательных организаций откликнулись и принимают участие в форуме. Это здорово, что есть возможность показать свои достижения, показать, какие вы молодцы. И сегодня в своем вступительном слове я бы хотел немножко поговорить о том, собственно говоря, чем сегодня занимается компания МЭО, куда мы вместе с вами идем. И, конечно, очень важно услышать от вас, что бы еще вы хотели, что кажется важным, что нравится, что не нравится, для того, чтобы наше сотрудничество было более полезным, более продуктивным, а самое главное, нужным и важным для наших детей. Дорогие друзья, ну, на сегодняшний день, конечно, система образования является очень важной для развития нашей страны в условиях технологического прорыва, в условиях такого тектонического сдвига в истории человечества, когда от общества, ну, скажем так, аналогового мы перемещаемся в общество сетевое или цифровое, когда буквально за десятилетия от дидактики Яномоса Каменского мы перемещаемся к дидактике современной сетевой. И понятно, что внимание, которое государство уделяет качеству образования, результатам образования очень высокое. И сегодня индикаторы деятельности системы образования являются важными в оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов федерации. Это уровень образования, это условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, это эффективность системы выявления, поддержки и сопровождения талантов, ну, и, конечно, цифровая зрелость органов власти и органов отдельной образовательной организации. Именно над этим мы с вами работаем, именно выход на высокие показатели по этим индикаторам мы стремимся помочь вам достичь. Но на самом деле, на сегодняшний день, для того, чтобы решить поставленные задачи, необходимо очень четкое и внятное понимание того, что сегодня мы с вами являемся свидетелями совершенно другой жизни человека. Сегодня в том числе и другое детство, это современное сетевое детство. И здесь есть и кроются для нас огромные возможности, но не менее серьезные риски, которые мы с вами, педагоги, должны учитывать в своей повседневной деятельности. Мы часто говорим о опасности цифры и часто говорим о том, что давайте детям не пущать, ограничивать их работу в сетях, ограничивать доступ для них к интернету или к устройствам. Это очень опасная позиция. Все должно быть очень выверено, взвешено, научно обосновано. Безусловно, ребенок, сидящий по несколько часов в сети, это ненормально. Но еще более ненормально ограждать его от этого, потому что он в любом случае войдет в этот сетевой мир, он найдет способ войти в интернет, но тогда его сетевая социализация будет проходить вне нашего педагогического сопровождения, а это колоссальные социальные риски. Безусловно, на сегодняшний день мы должны с вами понимать, что угроза социальной стратификации детства, она определяется недоступом к интернету, он практически повсеместен. Неналичием устройства, тоже практически все дети имеют современное устройство. Но это, прежде всего, доступность педагогически сопровождаемого образовательного пространства. Это, дальше с вами, работа с семьями, некоторые из которых очень внимательно относятся к вхождению своего ребенка в сетевой мир, а другие на это не обращают внимания в силу разных причин. Кому-то это безразлично, а кто-то просто некомпетентен. И это новая роль системы образования в взаимоотношениях с семьей. Конечно, очень опасно то, о чем мы очень много говорим в последнее время, отрыв ребенка от культурных традиций, общества и истории. В дошкольном детстве это вымывание игры из жизни детей, а мы с вами прекрасно понимаем, что игра – это один из важнейших инструментов социализации ребенка дошкольного возраста. Можно говорить о росте агрессии в детской среде, можно говорить о росте удельного веса детей с проблемой в здоровье. Это очень серьезные проблемы. Но прежде всего хотелось бы сказать о том, что главная проблема – это низкий уровень сетевой культуры, это низкий уровень информационной безопасности детей, формирование интернет и игровой зависимости. И это прежде всего, конечно, то, что должно быть сформировано в каждом из нас, в педагоге, в родителе, умение вводить детей в новый сетевой мир, где цифра является частью этого мира. Каковы особенности современного пространства развития ребенка? Ребенок растет в условиях реального и цифрового мира, которые создают единое пространство формирования и развития личности. И это приводит к нарушению традиционной, привычной нам сложившейся социальной структуры детства. Это не хорошо, не плохо. Это факт, с которым мы должны работать и уметь им управлять. Ведь сегодня ребенок, который раньше начинал ползать, складывать пирамидку, он одновременно овладевает и навыками работы с смартфоном или планшетом, который ему дают родители. То есть, простейшие навыки работы с цифрой, они формируются одновременно, а иногда и с серьезным опережением по отношению к нормативным навыкам для раннего детства. Мы с вами имеем дело с технологически достроенной семьей. Они являются уже полностью цифровым поколением. Мы с вами должны очень хорошо понимать, что ребенок с момента рождения находится в смешанной социокультурной реальности и традиционной, и цифровой. И мы должны принять, что гаджет, устройство – это электронный друг для ребенка, и здесь нужно и этого друга, и самого ребенка воспитывать для эффективного взаимодействия с тем, чтобы не нанести вреда. Поэтому мы должны признать, что современная цифровая среда – это неотъемлемая часть современного детства. Посмотрите, что говорят дети про интернет. Это исследование Галины Солдатовой. Это такое приспособление, где можно посмотреть, что не знаешь. Здорово. Если фотографии отправить в интернет, то в следующем году стереть это будет невозможно. Это пульт, с которого можно посылать письма. Это мир компьютера. Есть вирусы, какие-то шарики, живут, как в мультике, мистическое мышление. Смотрите, как интересно. В самолете его нет. Когда где-нибудь, что-нибудь можно посмотреть. Вот он, мир современного ребенка. Отношение его к интернету, его восприятие. Задумайтесь над этими словами маленьких детей. Поэтому сегодня мы говорим о многофакторности и сложности формирования, развития и социального самоопределения личности в сетевом мире. Да, наши дети сегодня растут в другой среде. Именно поэтому компания «Мобильное электронное образование» сегодня такое внимание уделяет и дошкольному детству, и раннему школьному возрасту, и подростковому возрасту. Но мы должны очень хорошо понимать, что сетевая социализация, которая стала основной формой социализации ребенка, она носит очень противоречивый характер. Она обостряет риски упрощения картины мира и смещения реального и виртуального пространства. То, что очень опасно и рискованно в реальном мире, в виртуальном мире детям, кажется, риска не представляет, они переносят это в реальный мир. Конечно, осложнен процесс присвоения детьми ценностей, смыслов, культурных эталонов, нравственных ориентиров нашего общества. Ну и, конечно, современная сетевая социализация очень серьезно влияет на способность ребенка адекватно конструировать собственного будущего. Я хочу сказать, что очень долгое время мы ориентировались на западные образцы образования, совершенно забывая о тех классиках нашей отечественной педагогики, на трудах которых построено современное мировое образование. Я подчеркиваю, мировое образование. Это, конечно, и Константин Дмитриевич Ушинский в социальной антропологии, это Лев Семенович Выгодский, Алексей Николаевич Леонтьев, это Василий Васильевич Давыдов и многие-многие другие ученые, которые составляют свет мировой науки, не только отечественной, подчеркиваю, мировой науки. Поэтому компания МЭО сейчас ведет очень активные исследования по разным направлениям современной педагогики, дидактики, технологий, методов обучения и многому-многому другому. Я с удовольствием вам показываю научную команду. Это руководители направлений, это Игорь Станиславович Сергеев, методология образования, это Ольга Александровна Карабанова, которая вам хорошо знакома по системе универсальных учебных действий во ВГОСе. Это Галина Солдатова, один из крупнейших в мире специалистов по современной сетевой социализации, Нина Владимировна Федина, с которой мы в свое время разрабатывали федеральные государственные требования к дошкольному образованию, затем стандарт дошкольного образования, сейчас она ректор Липецкого государственного педа университета. Это две удивительных женщины, Регина Леонидовна Мачинская и Людмила Владимировна Соколова, это физиологи, которые ведут уникальные исследования физиологии современного ребенка, об этом, может быть, я сегодня еще немножко вам скажу. Николай Яковлевич Карпушин, который занимается проблемами сетевой модели преемственности уровня образования, Татьяна Александровна Соловьева, директор Института коррекционной педагогики РАУ, это работа с детьми СВЗ, Светлана Максимова, руководитель Центра дошкольного образования у нас в компании. Если говорить о современной научно-методологической модели цифровой трансформации общего образования, я хочу обратить ваше внимание, что в данном случае мы рассматриваем функциональную грамотность ребенка как ключевой результат образования. Вы знаете, что функциональная грамотность является одним из важнейших индикаторов работы системы образования в соответствии с требованиями Министерства просвещения. Но в этом случае, конечно, мы на данном слайде, я рассматриваю среду развития ребенка уже подросткового возраста, но сделано это от момента рождения и на данном этапе до профессионального образования. Естественно, что мы используем личностно-ориентированный подход. В центре находится ребенок, вокруг которого мы формируем ту самую среду, которая ему комфортна, удобна, которая способствует его личностному развитию, его будущей социальной, профессиональной и иной успешности. Понятно, что здесь ключевыми является ведущий вид деятельности. Допустим, в дошкольном образовании мы с вами понимаем, что это игра, а не обучение ребенку, а письмо, чтение и так далее. Это Даниил Борисович Ильконин. Субъектность – это развитие активной личностной самостоятельности. Это и Константин Мечушинский, и Василий Васильевич Давыдов. Контекстный подход, формирование развития личности происходит в конкретной социокультурной ситуации, в конкретной среде. Это прежде всего Лев Семенович Выгодский и многие другие ученые. Это ценностно-смысловые ориентации человека, ценности и смыслы, которые объясняют, которые формируют понимание ребенком, что хорошо, что плохо, что много, что нельзя. Это межотрансдисциплинарность как основа современного познания мира. Это не просто изучение физики или химии, или биологии, или математики. Это изучение, решение разных жизненно важных проблем в проектной деятельности на междисциплинарной и трансдисциплинарной основе. И естественно, что вот эта среда формирования развития личности – это и различные организации дополнительного образования, культура, спорта, безопасности, здоровья и так далее. Вот, собственно говоря, та модель, на которой формируется сегодня и развивается платформа мобильное электронное образование. Мы совместно с учеными сделали преемственные портреты выпускника каждого уровня образования. Вот это портрет ребенка трех лет. Затем мы смотрим на выпускника детского сада первоклассника. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Презентация будет вам доступна по ссылке. Здесь я не хочу подробно останавливаться, но эти короткие слайды – это результат более полутора лет работы очень серьезного коллектива ученых, которые создали вот такие целевые ориентиры для каждого уровня образования, на основе которых можно формировать основные и нужно формировать основные образовательные программы уровня образования. Те из вас, кто с нами работал по этому направлению, формируя и развивая школьные команды, это очень хорошо понимают. Мы с вами сегодня имеем дело с другой семьей. Это современная конвергентная семья, куда цифровые технологии вошли как неотъемлемая часть их жизни. Это и вызов, и новые возможности. И родители современных, и дошкольников, и школьников – это цифровое поколение. И здесь, конечно, очень важно, чтобы мы с вами обращали наше педагогическое воздействие, внимание уделяли и двух и трём поколенным семьям, где есть бабушки, дедушки, папа, мама, дядя, тётя, которые по-разному относятся к вхождению ребенка в сетевой мир. Именно вот эти вещи мы сейчас доносим до широкой педагогической родительской общественности в тех роликах, которые снимаем с ведущими учеными страны, которые объясняют, как продуктивно, безопасно ввести ребенка в этот новый, удивительно интересный, но не менее опасный мир. Поэтому семье нужна психолого-педагогическая поддержка, повышение компетенции в вопросах развития образования, охрана и укрепления здоровья детей в этой современной семье. Кстати говоря, вот говоря о семьях, мы ещё забываем, что кроме пап, мам, бабушек, дедушек, а ещё есть старший брат или сестра, которые тоже могут ввести ребенка в этот интереснейший сетевой мир, но не совсем сообразно возрасту своего братишки или сестрёнки. Поэтому сегодня, конечно, когда мы работаем с семьями, мы должны ориентировать их на экспериментирование с функциями различных, цифровых устройств совместно с детишками, развивать начальные навыки адекватного использования цифровых технологий для общения и обмена информацией, отработать общие навыки использования цифровых устройств для согласованных с родителями целей, ну, например, мы собираемся в отпуск, создаём чат и обсуждаем, как мы готовимся к этому, формируя ребенка навыки эффективной сетевой коммуникации, установить правила в семье 15 минут в день или 2 часа в день. И это очень хорошо усваивается детьми, потому что это формирует зону доверия между ребенком и родителем. Я хочу сразу сказать о том, что вот это не пущать или запретить или не допускать. Обратите внимание на эти исследования Галины Солдатовой. Вот средний показатель активности, пользовательской активности 1-3 часа в день, и сегодня это почти половина дошкольников, я поражу пример на дошкольниках. Вот в дошкольном, младшем школьном возрасте дети со средним диапазоном цифровой активности были наиболее продуктивны в плавности организации движений, письме, делали меньше зрительно-пространственных ошибок, больше запоминали на слух и так далее. То есть на самом деле разумное, выверенное, научно обоснованное использование гаджетов приносит пользу. Но если это больше, то это очень большие риски. Ну и, конечно, мы должны с вами понимать, что изменилась наша жизнь. Мы живем с вами в другом обществе. Изменился стиль нашей жизни. Мы по-другому живем, работаем, общаемся, отдыхаем, совершаем покупки. И это серьезно изменило характер наших взаимоотношений. И это меняет задачи подготовки обучающихся к жизни и социализации в этом изменившемся мире. Вот здесь вы потом можете посмотреть табличку по тому, как можно адаптировать ребенка, сформировать у него современный стиль жизни, начиная с дошкольного образования и кончая 11 классом. Мы отдельно будем уделять этому очень много внимания. Теперь лично субъектность, развитие личности самостоятельности, личности центрации. Очень много говорится об этом, что весь мир это использует. У нас вот это появилось. Эксперты об этом рассказывают, каких они успехов добились. На самом деле, обратите внимание на фразу Константин Мечушинского. Конечно, образование ума, обогащение его познаниями много принесет пользы, но, увы, я никак не полагаю, чтобы ботанические, зологические познания или даже ближайшее знакомство с глубокомысленными творениями Фокта и Малишота могли сделать Гоголевского-Городничего честным чиновникам и совершенно убежден, что будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии или политической экономии, он останется все тем же вредным членом общества, даже сделается еще вредней, еще неуловимей. 1854 год. Вот основа субъектного подхода к образованию. Поэтому мы обращаем особое внимание на нашей платформе к вопросам субъектности. Это избыточность контента, которая обеспечивает вариативность образовательного процесса, дает возможность выбора именно того, что ребенку в данный момент подходит, что ему интересно, что соответствует его особенностям, ну и так далее. Конечно, очень важно то, что платформа МЭО ориентирована на контекстный подход, на развитие ребенка и формирование его личности в решении практик ориентированных жизненных задач в конкретном контексте. И здесь мы ориентируемся на… В этом направлении у нас работает команда под руководством Ольги Александровны Карабановой, известнейший психолог с мировым именем, крупнейший возрастной психолог. И мы решаем здесь задачу ухода от многообразия терминов – хатскиллы, софтскиллы, навыки и компетенции 21 века, компетенции цифровой экономики, ну и так далее. На самом деле это система универсальных учебных действий, которая вам очень хорошо знакома по ВГОСам. И вот когда мы обсуждали, сейчас мы сделали уже концепцию дошкольного образования, делаем концепцию начального образования, как раз и заложили подходы, что функциональная грамотность – это способность к решению личностных, познавательных, коммуникативных задач организации управления деятельностью в соответствии с возрастными, ну и так далее, особенностями в конкретном контексте. Поэтому контекстный подход, он способствует, обеспечивает, при использовании контекстного подхода формируется функциональная грамотность. И вот это в полном объеме реализовано на платформе МЭО. Здесь вы можете видеть конкретные примеры. Конечно, это межотрансодисциплинарность, потому что сегодня уже изучение отдельных предметов вне контекста их применения знаний при решении конкретных практикоориентированных задач в контексте, направленных на формирование субъектности, невозможно. Вот это основа вообще формирования контента на платформе мобильного и электронного образования. Очень важные вопросы – формирование системы ценностей. Вот это достижение личностных результатов, реализации процесса воспитания, развития личности, естественно, в основе – это учебная деятельность, которая подкрепляется внеурочной деятельности, дополнительным образованием. Вот здесь очень важно отобрать тот контент, который мы предлагаем детям для исследования конкретных задач. Ну и, конечно, очень важная преимуственность уровня общего образования. Мы в прошлом году специально исследовали с группой Ольги Александровны Карабановой вопросы психологической готовности ребенка в школе и разработали карты наблюдения для оценки уровня готовности детей. Должен сказать о том, что картинка, в общем, не очень веселая, только порядка 27% детей реально готовы, психологически готовы, личностно готовы к обучению в школе, а порядка 30% – ну, к сожалению, вообще не готовы. Вот с этими надо вещами очень серьезно работать, соответственно, организуя образовательный процесс. На это ориентирована наша программа дошкольного образования. И вот школы, которые имеют тесные связи с дошкольными образовательными организациями или комплексы школы-детский сад, с точки зрения выравнивания, обеспечения преемственности программ дошкольного и начального общего образования, вот здесь контент МЭО для вас будет очень и очень полезен. Я бы сказал, даже и незаменим, потому что это единственный случай в отечественной педагогической практике, когда программа выстроена преемственно одна по отношению к другой. Ну, конечно, на вас сваливаются разные проблемы, ну, например, формирование внутренней системы оценки качества образования. Мы для вас имеем соответствующее предложение, готовы ими делиться с тем, чтобы вы могли достойно выглядеть в системе рейтинга и муниципального, и регионального. Это и внутренняя оценка, и, конечно, система внешнего оценивания, это подготовка к ЕГЭ, ВПРМ, ФСЕРОСам, ну и так далее. Ну, и в заключение хотел сказать о том, что мы сейчас развиваемся в направлении уже внедрения цифровых помощников, учителя, ученика. В сентябре 2023 года мы выпускаем этот продукт на рынок. Это новый инструмент МЭО, инструмент, который позволяет выявить западание в знаниях, навыках детей и выстроить для них особую образовательную траекторию, позволяющую быстро, без участия педагога, родителя, выправить тот или другой недостаток. Система автоматически это анализирует. Ну, вот, собственно говоря, и все, что я хотел бы сказать вам во вступительном слове нашего форума. Надеюсь, вам будет очень интересно. Мы серьезно готовились. И вот то, что вы услышите на форумах, на его отдельных секциях, надеюсь, будет для вас очень интересно. И нам очень важно получать от вас обратную связь. Насколько это отвечает вашим запросам, насколько это для вас интересно. А может, мы на что-то еще пока не обратили внимания, подсказывайте, мы вместе с вами готовы будем решать эти вопросы. Всего вам самого доброго, успехов в работе нашего форума. Субтитры создавал DimaTorzok